Сегодня Айдар собран как никогда. Гимн его исполнения открывает 17-й федеральный Сабантуй. Ответственность большая, тем более певец представляет не только свой родной Нижникамск, но и весь Татарстан. Каждое выступление это все-таки небольшой адреналин. А сегодня особенно, потому что выступаю и представляю свой любимый Татарстан, свой любимый город Нижникамск, которым я родился. Представители 44 регионов России прибыли на 17-й федеральный Сабантуй. Астраханцы признаются, праздника с таким размахом не видели давно. Особенно изумил пролог, который вместил в себя культуру сразу нескольких татарских этносов. По задумке, гряшины, астраханские, сибирские, крымские, самарские, уральские татары-женихи приехали свататься к девушкам из Татарстана. Будьте счастливы, любви и согласия. Отметили многообразие татарского народа и почетные гости Сабантуя, президент республики Татарстан и губернатор Астраханской области. Татары. Вторые после русских в России. Мы располагаем во всех регионах, не только в России и за пределами. В этом году в Сабантуй будет проведен в 59 регионах Российской Федерации и в 32 странах. С Татарстаном, с Казанью. У Астрахани особые отношения, глубоко уходящие в корень. Они родственные, они кровные. И безусловно, все праздники хороши. Все их астраханцы отмечают. Но Сабантуя, олицетворяющий праздник плуга, праздник труженика, который в завершении весенних полевых работ именно консолидирует всех хороших людей. Он особенно почитаемый на нашей территории. Город мастеров. Икра, рыба. Этими деликатесами привлекли астраханцы. А вот Татарстан кукморскими валенками, поделками из глины, дерева, камня, ну и, конечно, чак-чаком. Национальным блюдом угощали всех желающих совершенно бесплатно. Но более всего гостей Сабантуй впечатлило Нижнекамское подворье. Быт традиционной татарской сельской семьи. Деревянная изба, баня, надворные постройки с мельницей и двор с домашней живностью. Многих окунул в детство. Из нашего детства все вот эти старинные подворья, вот эти вот все вещи, все просто замечательно. Суть праздника, она как раз вот в этих интерактивах, которые здесь представлены. И это вообще новое музейное направление, которое, ну, как раз и делает ближе к пониманию культуры народа. Необыкновенно красивые люди, необыкновенно красивый вот этот интерактив. Я очень рада, что вы к нам приехали. Замечательно, мы оттуда не хотели выходить. Вот действительно, нас как будто затянуло туда. Вот именно вот все, вот колорит, быт, это вообще просто прелесть. Теперь наше подворье будет радовать астраханцев всегда. Оно стало еще одним подарком замечательному городу на Волге. Я хотел вот выразить слова благодарности и признательности и астраханцам за гостеприимство, за помощь в организации. Но отдельно хотел бы сказать слова благодарности, конечно, Нижнекамским организаторам, моим коллегам и Казанским, тем, кто сделал вот такой большой праздник. Ну и какой Сабантуй без традиционных игр и состязаний? Больше всего болельщиков собрала борьба к Кюреш. За титул абсолютного батыра боролись участники из разных регионов России. Но звание сильнейшего получил татарстанец Раиль Нургалеев. Баран и автомобиль Volkswagen Polo уедут в Татарстан. Я чувствую, конечно, меня радость, так и приятно. Выиграл здесь абсолюткой машину, выиграв. Вот он, символ всероссийского Сабантуя, летящий только в парк. И живой-то он находится именно в том городе, где проходит этот замечательный праздник. Но уже сегодня из Астрахани он отправляется в Чебоксар, где пройдет уже 18-й федеральный Сабантуй. Ну а мы, нежкиганцы, вновь будем его организаторами Наталья Ушнякова, Евгений Розаев, Новости НТР.